Горбачев Михаил Сергеевич, Раисович, Ком. 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 Горбачев Михаил Сергеевич, Ком. Горбачев Михаил Сергеевич, Раисович, Ком. Горбачев Михаил Сергеевич, Раисович, Ком. Горбачев Михаил Сергеевич, Ком. Ядреное оружие, то есть задача по его сокращению и укращению. Больше никаких других дипломатических условий обратный слэш требований к Горбачеву никто и никогда не выдвигал. Все остальное он отдал сам по собственной инициативе в расчете на то, что западные партнеры дадут денег. Официально закончил холодную войну в ООН в 1989 году, за что получил Нобелевскую премию мира. В этом году еще никто не говорил о победе НАТО над СССР. Только в 1992 году Буш задним числом припишет победу американской нации, что есть обыкновенный популизм. Реально же она принадлежит Горбачеву и его команде Герастратов, Яковлеву, Волкогонову и многим другим. Однако, обо всем по порядку. Главная причина мира, в котором мы живем. Собственно, Сей Бренте был введен в обращение в апреле 1985 года самим Меченым при посещении Бегомерского завода ВАЗ. Стал символом бордачного времени с пустыми полками в магазинах и кучей быдла на демонстрациях. Перестройка многократно миметичнее, чем сам Мишка Балабол. Сие слово до сих пор, наравне со спутник, товарищи водка, входит в число слов, известных любому среднестатистическому небыдлу загнивающего Запада в исконном звучании. Перестройка. Иногда на английский лад называется рестручтуринг или школотном ребуэлдинг. Иногда для лулзов даже дебуэлдинг, произнося дебилдинг. Специфика соцлагеря заключалась отнюдь не в коммунистической идеологии, что лучше всего видно на крайнем примере КНДР. Коммунисты обломались с мировым разжигом, но по необходимости придумали формы промышленности и государства, не зависящие от иностранного капитала. В незапамятные времена, когда колонии и метрополии не так уж сильно зависели друг от друга по товарообмену, англичане тупо запрещали американцам делать определенные действия, а вот в эпоху империализма богатые белые уже просто захватывали или скупали ключевые места в экономике и дальше да или туземцев как хотели. Так вот, по каким-то не до конца понятным причинам Горбачев решил скопировать не китайскую модель, а польскую. Оглашалось будто из КПСС получится нечто вроде КПРФ, но без сталинистов, и не марионеточная, а у власти, политически самостоятельная вторая экономиками и разрубежными ништяками, работающими законами и высокими технологиями, без отрицания советского прошлого и с как минимум десятью республиками в составе. Согласитесь, выглядит внушающе. Плакаты перестройки Горбачев пошагово вычистил консерваторов, затем разрешил сначала фракции, которые запретил еще Ленин, ввел президентский пост, являясь самым популярным политиком, а потом убрал из шести статьи. Конституции Брежневские строка руководящей роли КПСС, то есть монополию партии бюрократов на власть. Попытки воспрепятствовать этому объявлялись возвратом к сталинскому прошлому, очернение и засирание сталинских достижений, покаянием и возвращением к ленинской демократии. По такому случаю начали реабилитировать даже тех, кого отказались реабилитировать в оттепель, троцкистов, Каменева, Зиновьева, Бухарина. Последнего так вообще восстановили в партии посмертно, что как бы намекало. Перестройка породила множество трэша, мемов, лузов и трагедий, стала Рубиконом для СССР, так и не пришедшего к триумфу, дала начало новой эпохи и, наконец, поглотила самого Мишку. Говорим Горбачев, подразумеваем Перестройка. Политически-экономически, в широком смысле, эпоха Перестройка продолжается до сих пор и включает в себя девяностые, нулевые, десятые. Не он первый заметил, что бухает у нас многовато. И решил бороться с синяками без премудростей, водка тупо исчезла из магазинов. Заодно было решено бороться со всеми остальными спиртными напитками. С одной стороны, эпичуинь, плюс один миллион граждан в современной России, в 1985-1988 годах рождаемость в СССР достигла пика за все послевоенное время, чему поспособствовала сиямера вкупе с надеждами на то, что вот перестроимся, и заживем охуина. Да-да, это потом начался лютый пиздец, а поначалу Перестройка нехило окрылило впавшей к середине 80-х в застойную апатию советский народ. Здесь маар цифрой было больство на тему, а сопутствующих фейлах же ниже. Раз, бюджет страны фактически обувалился, во продаже алкоголя была одна из самых доходных статей государства. Далее, алкоголь стало невозможно купить, его стало необходимо доставать, добываемая по блату знакомых, а также продаваемая таксистами по ночам. Проводниками поездов круглосуточного дяра подорожала, а народ начал массово гнать самогон. В Мухасрансках предпочитали брагу, которая созревала в бутылях, банках и так далее, с надетыми на горло туго обмотанными резиновыми перчатками технички тети Зои. По мере брожения перчатки наполнялись газом и поднимались, система называлась коктейль молотова «Привет Горбачеву». Самогонные аппараты при тогдашнем распиздяйстве можно было делать на заводах сериями. Следом исчезли сахар и дрожжи, а затем все, что их содержало, конфеты, например. Алса, помимо Сэма, народ травился разнообразными суррогатами, вертел клей БФ на хую сверло и вообще отрывался как мог, Сэм не тхенул. Да и про вещества, особенно афганские, тут же вспомнили. Итог, так и провал. Алса, Горби обрел очередные прозвища, «Лимонадный Джо», такой фильм, кстати, выпущен был как раз по поводу антиалкогольной компании, а также минеральной секретарь и безалкогольная барматуха. Но главный вред был не в этом. Тут нужно напомнить знаменитую вырубку виноградников, когда по всему югу страны начали массово уничтожать всю винно-водочную промышленность и сырье для нее. Жители юго-западных окраин Советской империи, в Грузии и Молдавии, больше всего, до сих пор с теплотой и нежностью шлют лимонадному Джо горячий привет за уничтожение экономического потенциала теперь уже независимых стран. Впоследствии, с развитием международной торговли, примерно с 1992 года, массово травились уже спиртом рояль, а также черными принцами, красными шапочками и прочими напитками совсем уж сатанинского состава. Далее Горбачев решил перегнать аж самого Сталина, и Хрущева, с его догоним и перегоним, но своими, одному ему известными методами. Производимая техника ускоренного изготовления массово на ее бывалось, традиционно пошли отписки и приписки для реляции наверх, в итоге, профит минус 9 тысяч. Это начинание тоже породило анекдоты, бежит по цеху мужик с пустой телегой, спрашивают его, почему бежит. Тот отвечает, мол, ускорение. А телега пустая потому, что ускорился так, что загрузить не успевает. Ускорение доставило незабываемые впечатления в виде катастрофы на Чернобыльской АЭС. Основная статья, Чернобыль самая крупная техногенная катастрофа в ЦЦЦР и самая крупная ядерная вообще, случилась 26 апреля 1986 года. Люди не были предупреждены об опасности радиации, и тушить реактор отправили не только пожарных, но и всех, кого можно было, в частности военных. В итоге все получили невероятные дозы и веселую последующую жизнь смерть. Сейчас у молодого поколения сложилось мнение, что пострадавшие в Чернобыле люди, все поголовно разносчики радиации, недоумки, и вообще обиженные богом люди, сталкер же. Пиздоблядство партии Горбачева лично было в том, что аварию вообще пытались поначалу замолчать, пока шведы и прочие Европы не заматерились от невъебенно выросшего фона. Чапш утверждает, что ликвидация аварии на ЧС сильно подкосила экономику Савка, по его данным, на операцию было затрачено 18 миллиардов долларов, считая по курсу 1 рубль. Равно доллар 1, пруфы в фильме «Битва за Чернобыль». Для школе поясняем, православным в СССР считалось жить на одну зарплату. Можно было дополнительно иметь небольшой доход, поторговывать выращенные на даче картошкой, клубникой или плодами подсолнуха, так как колхозные рынки существовали с дремучих времен, еще молоко из-под собственной коровы, козы, или яйца собственной курицы, но там были заморочки и свет контролем. Продавать самодельные деревянные игрушки, сувениры и прочую хуету, торговцы с Одесского горсада и Лилтинской набережной гарантируют это. Фриланс по-советски, ремонты жигули и москвичей соседям по гаражу, телевизоров приемников соседям по району, участие в ремонтах квартиры или гаража и сараев, строительство колхозных ферм в средней полосе России грузинами и участие в уборке зерновых там жигут с улами и прочими фрилансерами. Честно продавать продукты собственного труда тебе не может запретить ни один закон. А вот под статью нетрудовые доходы попадала фарца, сбыт дефицита налево, шабашничество. То есть, если гегемон тупо забивал на трудоустройство, или имел оклад в 100 рублей, а ездил на Волге и имел таки кошерный японский телевизор, то как раз такими ОБХСС интересовался. Наглядно все это показано в фильме «Берегись автомобиля». Особой статьей в свете нетрудового обогащения идет совмещение приятного с полезным. Официально в СССР, как известно, секса не было. Заработки при помощи женского полового органа при СССР преследовались, причем как официально, так и не очень. Однако в любых местах массового скопления иностранцев, гостиницы «Вая Интурист», к примеру, этим самым иностранцам всегда можно было невозбранно поразвлечься. Единственная проблема была в том, что организатором такого досуга почти всегда выступал Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР, и все тусовщицы из интуристских баров всегда очень аккуратно и бережно документировали ход беседы и все остальное, что неосторожный интурист мог сказать или сделать. Собственно, это было первой перестроечной реформой, участились рейды ОБХССовцев на разномастных частников. Заглохло так же быстро, как и началось. Году к 1987 до мешки и иже с ним доперло, что народ и страна как-то не особо спешат перестраиваться, и виной тому отсутствие живого творчества масс, которые невозможно без плюрализму мнений. Поэтому пиздеть можно было теперь сколь угодно и что угодно, чем и воспользовалось не быдло в национальных республиках, выведя быдло на улицы. Первыми были Армении ВС. Азербайджанцы в местечке с символичным названием Нагорный Карабах. Поначалу не в меру распиздевшиеся огребали пиздюли от ОМОНа 2, а то и получали за участие в митингах по 15 суток. Но потом на митинги уже смотрели равнодушно. Что характерно, гласность была так и однобокой, и многим сторонникам социалистического развития этой страны затыкали роты тогда, называя их врагами перестройки. Поэтому гласность далеко не идентична свободе слова. Госприемка. Одной из причин высокого количества брака в советском производстве было то, что отделы технического контроля являлись структурными подразделениями самих же предприятий, и если в брак шло слишком много продукции, работникам ОТК срезали премию вместе со всеми остальными. Алса, на ОТК могло надавить руководство предприятия. Поэтому в мае 1986 года был принят закон о государственной приемке, согласно которому на производствах вводились независящие от руководства предприятия государственные приемочные комиссии. И тут внезапно оказалось, что если все делать как надо, не делается вообще ничего, не производство, а сплошная итальянская забастовка. Тоже файл, но тут виноват скорее не Горбачев, а народ, который давно уже к тому времени жил по правилу, сформулированному в интермедиями их мика хорошо живем, это что-ка если ты хорошо собираешь велосипед, тебе 120, плохо собираешь велосипед, тебе 120, и вообще не собираешь велосипед, тебе 120. А лишний раз рвать жопу за вымпио с надписью «Лучший швонарящик 5-й бригады» или собственные фаточки на доске почета уже никому не было интересно. Хотя, с другой стороны, отсутствие у работника мотивации к труду в первую очередь говорит о некомпетентности руководителя, а не о непрофессионализме работника. Четыре основных мема Горбачевского периода нашли отражение в анекдоте, посетитель пельменной с недоумением обращается к официантке. А почему у вас все пельмени квадратные, так перестройка? А почему недоваренные, так ускорение? Ну а почему понадкусанная, так госприемка? А почему вы обо всем этом так свободно рассказываете, так гласность же? Практически сразу. 1986, начало 1987, после окончания борьбы с нетрудовыми доходами все качнулось в обратную сторону. Партия правительства решила, что хватит кормить быдло, пусть оно себе по мелочи само зарабатывает, и разрешила, в рамках социалистической системы хозяйствования, мелкие гешафты. Так как трогать систему было страшно, и последующий опыт показал, что не напрасно, развалится, то воспользовались сохранившимся с 20-х годов советской системе рудиментом независимого негосударственного бизнеса, кооперативами. Которые 60 лет были не более, чем потребительскими обществами во всяких мухосрансках, гаражной и жилищно-строительными объединениями и тому подобное. Мыслилось, что граждане счастно организуют производственных кооперативов, начнут что-то производить, будут нести прибыль и процветание. Так как в условиях шатающегося, разрушающегося на глазах и абсолютно непредсказуемого СССР никто не собирался вкладываться надолго, то производственные кооперативы так и не выросли выше артели асфальта укладчиков или производителей станков по выпуску самопальных кирпичей. Зато торговля, рассвела. Чем невозбранно воспользовались новоявленные ОПК, принявшиеся активно крышевать кооператоров. В отличие от государственных предприятий, у которых были планы, нормативы, лимиты, отчеты контроль, кооперативы получили самую главную возможность любого бизнеса – тратить деньги. Покупать и продавать что угодно за баблабля, а не за фонды и по плану. Реально это выделось в массовую продажу кооператорами чего угодно тем же самым госпредприятиям за безнал, и, посредством, нехитрой коррупционной схемы, профит. Таким образом в совковой экономике образовалась черная дыра по перекачке никому не нужного безнала, за который все равно ничего нельзя было купить, внал, за который можно было купить очень многое. Конверсия. Американский президент сказал как-то, что если бы нашей планете угрожала высадка инопланетян, СССР и США быстро бы нашли общий язык. Но разве ядерная катастрофа не является более реальной опасностью, чем высадка неведомых инопланетян? Горбачев 25 февраля 1986 года на 27 съезде КПСС после визита Горби к Ригану в декабре 1988 года внезапно оказалось, что мир во всем мире наступил еще в прошлый четверг, все друг друга любят, войны не будет, все по домам, ура, товарищи. Вундервафли можно переплавить на оралы. Соответственно, вся военная промышленность стала резко не нужна, и было дано распоряжение заканчивать клеить танчики и начинать производить конкурентоспособную продукцию. Обидевшиеся оборонщики, стиснув зубы, начали точать на хорошем, годном оборудовании военных заводов херню типа кастрюль, кипятильников и шпилек для волос. Профит эта мелочь давала в разы меньше, чем, например, газотурабинные танковые двигатели, и, как следствие, к 1992 году Вэнпром на 96,375% оказался разорен либо приватизирован под производство Балалайк с полехской росписью. Кроме того, контрольные пакеты и акции супер-мега крутых оборонных заводов, укрепляющие обороноспособность этой страны, открыто либо неявно принадлежали западным друзьям, например предприятий Сухого. Это как бы намекает на то, с чего позволения строились ужасные истребители пятого поколения, которые поцарелут и ждали без малого 15 лет. Впрочем, на данный момент Сухой, как и МИК, принадлежат объединенные авиастроительные корпорации, чуть более чем полностью находящиеся в руках государства, о чем можно почитать здесь. Решетка спасибо Путину за это. Плюрализм. По-моему наше население в перестройку настолько контузило, ибо к излучателям были допущены дегенераты такого калибра нечеловеческого, что их не в каждом дурдоме то выпускать будут, где войлоком обито. А у нас они вещали на массы. Гоблины все-таки он пришел дать нам волю. К концу 80-х пиздеть окончательно стало можно все что угодно и про все что угодно, в том числе и про КПСС, ЦК КПСС и даже политбюро ЦК КПСС во главе с самим. Чем и воспользовались полчища хомячков, решивших, что пробил их наконец. В 1989 году была введена система съездов народных депутатов СССР как высший орган власти. Были проведены выборы, где вместо одного кандидата результаты голосования тогда не подтасовывали, да и народ был непуганый, поэтому срабатывал даже первый неумелый пиар. В республиках были проведены подобные выборы с несколькими кандидатами в Верховные Советы, куда массово прошли националистически настроенные кандидаты, что гарантировало и с СССР скорый конец. На съезде каждый депутат мог вылезти за трибуну, поразмышлять слух над тем, как нам обустроить Россию, и сказать Горбачеву лично ты хуй, тот отвечал на усе, регламент. После трех сталинских десятилетий, когда за анекдот про вождя можно было гипотетически получить бесплатную путевку в Магадан лет на пять, это казалось чем-то фантастическим. Народ запасался попкорном и тихо охуевал, не веря своим глазам и ушам. Трансляция по телеящику гарантировала зарождение и раскрутку политических звезд, Ельцина, Собчака, Сахарова, Старовойтова и прочих. Ну а вообще, давно известно, что о плюрализме двух мнений быть не может. Неудачный развал КМР Шортурла внутренняя ссылка мало кто знает, но Мишка чуть не развалил еще одно социалистическое государство, помимо всех тех, которые были союзниками СССР, причем одним своим визитом. В истории Китая был такой момент, когда минуты определяли десятилетия, называется событие на площади Тиняньмэнь. На визит Мишки в Китай либеральная интеллигенция в лице пекинской студентоты выкатилась на площади начала требовать гласности, перестройки и демократии. В ответ на это Дэн Сяпин, уже ушедший с высших постов и уж точно лучше всех остальных помнивший маоистскую сталинистскую тюрьму, принял решение раскатать студентов танками через месяц непрерывных беспорядков. Китайского Ельцина на всякий случай посадили, а китайского Валенцу выслали из страны. Можно только гадать какую нагрузку испытывал СССР от постоянного пребывания в нем Мишки. Моразм крепчал, и к 1990 году дошли уже до того, что кое-где предлагали праздник 7 ноября отменить. На всех уровнях власти плотно сидели дегенераты. На роли приспособленцев согласные, занявшие тепленькие места в издательствах, в студиях радио и ТВ, далеко-далеко не рабочие или колхозники, давно мечтавшие о западной роскоши. Они двинули перестройку до логического конца, псевдоинтеллигенция из СССР усердно раскапывала свои дворянские корни. Конец СССР был тот еще Содом и Гамора, а серьезные люди тем временем проворачивали свои серьезные делишки. Своим собственным распоряжением власть закрыла на ремонт все табачные фабрики в стране, что вызвало дефицит курива и добавило воспоминания курильщикам. Они собирали бычки и складывали их в баночки, дабы набрать табака на закрутку. До Горбача были проблемы с мясом колбасой, но ажиотажного раскрученного спроса не было. В магазинах лежала жратва, подходи бери. Но то, что будут очереди за хлебом, мылом и сигаретами, никому в страшном сне присниться не могло. Массовые дефициты талона повально на все появились именно при Горбаче и именно в конце 80-х. Слова о национальных причинах развала СССР не выдерживают никакой критики. Из 280 миллионов населения 80 миллионов были дети от смешанных браков. Если добавить к ним русских, украинцев, белорусов и КССР, условно советских, составлявших ядро национальной культуры, было подавляющее большинство. Национальная тема волновали только особо озабоченных в отдельных регионах, но погода не делала. Евн шлет нахуй беднягу Горбик. 1991 году стало ясно, что большой пиздец уже не в пути, а пришел и снимает ботинки в прихожей. В стране царил феерический бардак. Промышленность в основном либо стояла, либо нахуй была не нужна, особенно оборонная. Долгов было набрано настолько дохуя, что больше в долг не давали. Сожратвой, водяра и жильем пошли серьезные проблемы. Было в союзных республиках уже не мычало, а ревело, требуя отделения от СССР. Алса, отделение от СССР своей республики требовал и, как ни странно, лидер эра СФСР Боря Ельцин. Видя такую хуйню и понимая, что государству приходит пиздец, Горби посетила идея о трансформации СССР в конфедерацию. Типа все суверены, но государство – одно, а разгадка одна. Суверенность подразумевала расходование республиканского бюджета по своему усмотрению, что могло устроить и местных бюрократов, и центральных. Однако к тому моменту Горбачев уже ничем не управлял, службу безопасности КГБ разогнали, политической власти КПСС не было, административной власти не было, потому что Горбачев был менеджером в 80 левела только в своем воображении. Было номинальное советское государство с номинальным президентом. Улыбнувшись своей затеей, он удрал в августе 1991 года греть жопу в Крым, но тут-то ебнуло. Оставленные на хозяйстве политруки устроили ГКЧП, мол, сделаем переворот слева, спасем СССР, а Горби – нахуй. Но на деле получился файл, фарс и трагикомедия. Хотя часть республиканских партбоссов в целом позитивно оценила новый девелопмент, пропажу Горби их озадачила. А тут в Москве был устроен просто полнейший бардак с демонстрациями, залезаниями на танки и прочими радостями. В результате власти СССР перестали управлять вообще чем и кем бы то ни было. Никто не знал что делать. Magnificlip.png 25 лет спустя они все сделали правильно, а некто бурбулизнал. Через пару дней Ельцин через зомбоящик на ее бывает народ, как бы запрещая КПСС, но на деле приостанавливая действия только созданной КПРСФСР. Вообще, Ельцин долго боролся с коммунистами и КГБ, хотя еще Горби выпилил руководящую роль КПСС из Конституции. Реальная борьба шла за преданность силовиков. Осенью Горбач официально разрешают прибалтом отсоединиться, хотя те еще и с конца 80-х с остальным совком предпочитали общаться за нал. В декабре 1991 года Ельцин сообщил Горбачеву, что он втроем с Хохлом Кравчуком и белорусом Шушкевичем едут в заповедник Беловежская пуща, чтобы поджарить шашлыка и поохотиться на зубра. Как свидетельствуют очевидцы, у Горбачева не шевельнулась ни одна извилина подумать зачем. А это был чисто прагматичный шаг партийных бюрократов, чтобы сделать переворот справа, убрать импотента Горби и привести Ельцина к власти. А что будет со страной, начхать. Напившись в усмерть, трое таки подписали договор о том, что СССР принял ислам. Кравчук подписал, потому что понял, что все развалили. Вопреки тому, что этот Гой говорит сейчас, он бы первый говорил за него, если бы была такая возможность, будучи главным политруком СССР. Как и Назарбаев, как и все остальные подписов, Ельцин позвонил Бушу, потому что знал, как важно мнение Буша для Горбачева, который будет делать то, что ему скажет Буш. Кравчук позвонил Горбачеву и сообщил, что он не может пойти против украинского референдума, да и Буш уже согласился. В этом кавардаке только два человека знали, что именно они делают. Первый это Ельцин, который подписывал, а второй это Бурбулис, который создал этот хитрый план по устранению Горбачева как президента СССР, чтобы сделать его президентом Ельцина. Эти двое думали, что все вернется уже в новом образовании под властью Ельцина, но не фартануло, не получилось. Если бы у Мишки было хоть немного совести или ума, опционально, и он от переизбытка передал власть Ельцину еще в 1987 на выборах главы партии или во время первых выборов президента СССР, на которых Горбе мог честно пойти и проиграть Ельцину, но выбрал аппаратным способом сделать президентом себя, то у Ельцина СССР бы точно не распался. Боря был властолюбивым мудаком, но точно не был политическим импотентом. Наоборот, как показали события 1993 года он был способен превратить правительственное здание с парламентом в крематорий ради сохранения власти. Да так, что весь мир ему аплодировал. 25 декабря Горбачев подал в отставку, выпил коньяка, который ему принес Ельцин, и пошел спать. Развал Советского Союза произошел именно по этому акту. В тот же день 25 декабря Ельцин отбирает у Горбе заветный чемоданчик и, заметая советское прошлое, переименовывает РСФСР в РФ, а Буш поздравляет американский народ с Рождеством с победой в Холодной войне. К 31 декабря Ельцин был в жопу пьян, и поздравлять россиян с Новым годом поручили клоуна Задарнову, который с тех пор стал придворным шутом в Ариске. За какие-то несколько лет правления Сабжа Советский Союз просрал все полимеры из державы, контролирующий половину земного шара и заставляющий срать кирпичами другую его половину, превратился в северную Нигерию. На чеменц. Хотя и существует мнение, что скатывание началось еще при Брежневе, бесславный крах Савка был неизбежен, а Горбик, напротив, пытался что-то изменить, но не фартануло. Доля истины в этом, несомненно, есть, но действия Горби и его окружения были настолько хаотичными и непродуманными, что просто изначально были обречены на провал. Однако лично Сабж отхватил вин, если не учитывать репутацию политического клоуна, предателя и клинического долбой оба. Пациент здравствует, не бедствует и шлет этой стране чмоки, при этом проживая в Германии. За лихие действия по экстерминатусу собственной Родины был удостоен чести сниматься в рекламе пиццы, железных дорог, кожаной сумки и получения Нобелевской премии мира. Спойлер, за содействие в объединении Германии, а де-факто прекращение холодной войны в одностороннем порядке. Алса засветился в двухрасовых Нихоньских играх. Magnificlip.png Горби в гостях у Познера. Накануне празднования 8 марта Дмитрий Медведев наградил Мишу орденом Андрея Первозванного за некие бесценные заслуги, вероятно, за достижение далеко не всеми достижимого в этой стране возраста 80 лет. Он также подарил Сабжу книгу, сочинение графа Витти о непреложности законов государственной жизни, что тоже намекает. К десятилетию смерти жены спел с Макаревичем. Свой юбилей в 80 лет Горби отметил скромненько, в небольшом лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта. Но это еще не все. Кроме всевозможных премий и медалей, которые Запад уже успел надарить нашему герою, примечательно последняя премия «Мужественный ум», «Умное мужество», где Горби так и получил награду за мужество, в то время как покойный американский президент Риган посмертно получил премию за ум. Был, но не в этой стране. Больше всех выиграл Китай, получив для себя наглядный пример, как не надо проводить реформы, и окончательно уверевшись в правильности курса политики Дэн Сяпина. Не стоит также забывать про события 1989 года на площади Тиняньмэнь. Глядя на то, что происходит в СССР, китайцы своего Ельцина, Же Цзана, так и успешно выпилили. И, конечно же, подняли немножко лут в виде открытых границ, закрытых технологий пара островов, но это уже позже. Стоит еще упомянуть про США, у которых лихие 90-е называются тучными. По итогам правления Горби остались фактически единственными авторитетами на этом глобусе, правда, ныне их потихонечку, но уверенно начинает теснить все тот же Китай. Продолжение следует... Продолжение следует...